Здравствуйте, товарищи! Пора от сущности перейти к явлению. Для чего потребуется обсудить такие категории, как материя и ее свойства. Потребуется этот логический переход для того, чтобы сущность могла проявить себя вовне. Ну а мы смогли наблюдать подобные проявления и судить по ним о сущности, о том, что она собой представляет и с чего состоит. Как мы помним из прошлой главы, сущность, как простое равенство собой, есть бытие, и оно же есть снятое бытие. Получается, что есть некое существенное бытие, которое является перед нами. То есть сущность через рефлексию и видимость совершенствуются до явления. Итого, явление – это вещь в себе или ее истина. Переводя на яблоки, сущность под названием яблоко является перед нашим мысленным взором, через рефлексию. А на экране монитора появляется рисунок яблока посредством категории видимость. Перед вашими глазами появляется рисунок яблока посредством эффектов видеоредактора под названием появление и исчезновение. Кстати, через категорию видимость ее проявления строится процесс доказательства, то есть процесс опосредованного познания сущности. Когда можно доказывать существование вещи при наличии ее проявлений перед нашим взором. При этом предполагаемая вещь облицательно обладает существованием, то есть ее не существует и нельзя доказать ее существование путем поиска ее проявлений в окружающем мире. Но это не отменяет тезис из прошлой главы, что сущность может перейти в существование при складывании всех необходимых для этого условий. Вещь и существующая – это одно и то же. Вещь в себе неподвижная, то, что можно рассмотреть неизменение ее моментов. Определенность вещи в себе есть и ее свойства. Свойства – это отношение вещи к другим. Вещь обладает свойствами, которые отличают ее от других вещей. Например, яблоко является вещью и оно существует перед нашим взором. Мы смотрим на него в определенный момент, а не на протяжении всей его жизни. И первое, что мы видим – это свойства конкретного яблока, которые отличают его от всех остальных яблок. Перед нами желтое яблоко, которое отличается от всяких там красных и зеленых яблок. И судя по всему, данное яблоко уже созрело, что отличает его от еще не созревших или уже сгнивших желтых яблок. Так, вещь переходит, или иначе говоря, сводится к своим свойствам. При этом свойства содержат в себе форму, как разность и непрерывность. Свойства желтого яблока не только содержит в себе желтый цвет, но еще и содержит форму яблока. То есть яблоко к свойствам относится не только цвет или степень спелости, но и форма. Получается, что свойств у одной вещи может быть много. Вещь – это непрерывное вещество или материя. При этом не всякая материя есть вещь, но она все равно существует. Вещь состоит из самостоятельных материй, безразличных к своему соотношению и количеству вещи. Вещей является и яблоко, которое состоит из материи – отдельных клеток мякоть и огрызка. При этом огрызок и мякоть безразличны друг к другу и своему соотношению. И если огрызок еще можно называть вещью, то мякоть, отделенную от плода, назвать вещью язык уже не поворачивается. Мякоть – это всего-навсего материя, из которой состоит яблоко. Разные вещи отличаются друг от друга лишь соотношением и количеством материи, из которых они состоят. Таким образом, в существовании есть явление как единственное действие и отсутствие материи. Вещь при этом состоит из многих самостоятельных материй. Яблоко отличается от других яблок и иных плодов только составом и количеством клеток, из которых оно состоит. Яблоко существует благодаря наличию материи и может быть отделено от всего остального благодаря наличию пустоты. Состоит наш плод из разных материй, из разных клеток, из клеток кожуры, мякоти, грызка. Материя сама по себе пористая, так как обладает разными качествами, такими как цвет, запах, электро и теплопроводимость. Эти качества взаимопроникающие в друг друга. Мякоть яблока обладает сразу несколькими качествами, причем одновременно, из чего выходит, что эти качества проникают друг в друга, превращая нашу материю в пористое состояние. Та клетки, из которых состоит мякоть яблока, одновременно являются углеводами и сахарами, а еще могут использоваться в качестве электролита. Если материя противоречива, то и вещь противоречива, то есть она переходит в явление, которое проявляется так, то и так. Так наше яблоко проявляет себя, то в качестве батарейки, то в качестве продукта питания. Получается, что такая простая вещь, как яблоко, оказывается противоречивым предметом, состоящим из противоречивой материи. Яблоко, с одной стороны, является батарейкой, а с другой начинкой для пирога. Наверное, проще продемонстрировать категорию пористой материи на примере поролоновой губки. Материя – обычная мочалка, пористая по своей структуре. В ней содержится не только поролон, но и воздух с водой. Мочалку можно использовать с разной целью, можно что-то вытереть или наоборот, что-то намочить. Это не совсем верная аналогия, так как пористость подразумевает не наличие пустоты у трематерии, а наличие разных свойств. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok